Ребят, всем привет! С вами Алина и сегодня я хочу рассказать вам о расхламлении гардероба. Я не хочу вам сегодня показывать вещи, которые я решила в очередной раз расхламить, потому что вот я как раз недавно совсем это и сделала. Я хочу поговорить с вами о таких психологических составляющих, как вообще решиться на расхламление, как перестать жалеть одежду, которую вы отдаете в чужие добрые руки, и куда самое главное можно отдать эту одежду, потому что вот с поиском таких мест большая проблема. Пожалуй, начну сначала и объясню, почему мне тяжело было всегда расставаться с вещами. Когда я была маленькая, потом, когда я уже была подростком в школе, мне всегда очень хотелось красиво одеваться, но время было такое, и материальное положение было такое, что такой возможности в принципе и не было. И я помню время, когда я начала работать, мне было 18 лет, я совмещала работу и учебу, и вот все деньги, в принципе, которые я зарабатывала, я некоторые деньги откладывала на обучение, а оставшуюся сумму я пыталась себе что-то на эти деньги купить, пусть незначительную вещь, но мне это очень грело душу. Постепенно у меня накопилось достаточно приличное количество вещей, и я успокоилась. В моем гардеробе были платья, были брюки, были блузки, потому что я всегда мечтала о блузках в красивых романтических платьях, и вот, наконец-то, моя мечта сбылась. Но когда ты взрослеешь, у тебя постепенно меняется стиль одежды. Вы знаете, что я вот стала покупать достаточно интересные вещи в секондах, я искала вещи с бирками, искала вещи в достаточно хорошем состоянии, и понятно, когда ты покупаешь вещи с бирками зарубежных брендов по 30-50 гривен, у тебя этих вещей становится рано или поздно немерено. И я поняла, что если я хочу, чтобы в моем шкафу был порядок, мне необходимо сделать расхламление. А еще нюанс состоит в том, что когда у тебя очень много вещей, у тебя ощущение, что тебе все равно нечего надеть, потому что вещи между собой некоторые не сочетаются. В какой-то момент я поняла, что с этим что-то нужно делать, что мне необходимо составить базовый гардероб, мне необходимо в другое отделение шкафа поместить вообще-таки, знаете, интересные платья не на каждый день, которые я ношу, либо вещи, которые я надеваю на разные телеэфиры, если меня куда-то приглашают журналисты выступить, либо на какие-то церемонии награждения. Это отдельная категория вещей, которые я не ношу каждый день. И я поняла, что у меня просто есть очень-очень много вещей, которые я хочу отдать. Но при этом мне их жалко отдавать, потому что это же мои вещи, я же их носила, и как я должна с ними расставаться, я в них была счастлива, я себя чувствовала счастливой, а потом их будет кто-то носить другой, либо их вообще просто выкину. Потом я посмотрела, в каком виде валяются вещи на мусорках, куда их выбрасывают люди, мне стало жалко своих вещей. Я поняла, что я их хочу отдать тому человеку, кто в них действительно нуждается, потому что это будет здорово. Я тогда не буду чувствовать, что я скучаю по этим вещам, осознание того, что эти вещи кто-то носит. В общем, мне от этого будет приятно. Я поняла, что многие вещи просто не заслуживают того, чтобы пылиться в шкафу годами, раз я их все равно не надеваю, проходит 5 лет, и я не ношу вещь, понятно, что вряд ли я ее уже буду носить. Пусть эта вещь порадует кого-то другого. Вот в этот момент, когда я пришла к этому пониманию, я поговорила с одним близким человеком, который как раз прочитал на одном форуме объявление, что многодетная мать, у нее 5 дочек, она принимает одежду, потом они эту одежду, кажется, перешивают, улучшают, совершенствуют, что-то оставляют для себя, а что-то продают. И мне абсолютно не жалко, чтобы мою одежду продали, и на этом заработали деньги, какую-то копейку, если я все равно эту одежду не ношу. То есть у меня нет какого-то такого чувства зависти или возмущения. Я понимаю, что многие девушки сейчас продают свои вещи, либо через OLX, через другие сайты в интернете, но мне не хочется пока что этим заниматься. Я не говорю, что я никогда не буду это делать, но на данный момент времени я не хочу это делать. Я понимаю, что вещи, которые я отправляю, я отправляю в другой город, людям эти вещи очень нравятся, и очень им они помогают. Я получаю очень хорошие, благодарственные отзывы, мне от этого тепло и хорошо на душе. Я понимаю, что я сделала за день хотя бы одну хорошую вещь. Мне это очень радует. Я стала легче расставаться с вещами. И знаете, что я заметила в этот самый момент? Как только я избавилась от лишнего хлама, назовем это условно хламом, хотя это действительно нормальные вещи, вы их видели в моих предыдущих видео про расслабление, в мой гардероб стали поступать вещи в качестве, не знаю, небольших подарков, либо я находила что-то на скидках под дешевки, по какой-то вообще смешной цене, те вещи, о которых я мечтала. То есть у меня место в шкафу освободилось от ненужных вещей, и это же место сразу же заняли нужные хорошие вещи. Поэтому мой вам совет. Если вы хотите освободить свой шкаф от ненужных вещей, но вам жалко это по какой-то причине делать, вы можете поступить следующим образом. Во-первых, все вещи, которые вы не носите, и вы думаете, что вы их уже не будете носить, потому что они морально устарели для вас, просто сложите на отдельную полочку, либо в один какой-то большой пакет. Если вы к этим вещам не возвращаетесь в течение года, в течение двух лет, их можно смело отдавать. Либо у вас уже есть такая специальная полочка для ненужных вещей, где хранятся в большом количестве все такие вещи, которые вам просто не нужны. Если вы не надевали вещь два, три, четыре года, вряд ли вы ее уже будете носить, и лучше эту вещь пристроить пока. И на этом моменте у меня выключился накамерный свет, но я все равно хочу договорить и доснимать это видео. Хотя чувствую себя немножечко растерянно из-за того, что произошло. В общем, если вы эту вещь не носите год, два года, три года, пять лет, вам необходимо ее отдать. И я думаю, что у вас будет точно так же, как и меня, гореть ощущение того, что ваша вещь кому-то пригодилась. Потому что очень часто, хотя у нас, конечно, очень много в стране богатых людей, но есть те же люди, которые ограничены в финансах, и им необходима помощь. Я буду благодарна вам, если вы поделитесь со мной в комментариях своим опытом расслабления вещей. Сейчас я уже из-за технических неполадок буду заканчивать это видео. Пишите обязательно мне свою историю, подписывайтесь на мой канал, и, конечно же, ставьте пальчики вверх, для того, чтобы поддержать мое видео. Всем спасибо, всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok